первый шаг который стоит у каждого трейдера будь то новичок будь уже опытный трейдер это выбор брокера но здесь крайне важным является конечно надежность этого брокера его хорошая репутация то что ему можно доверить свои деньги по этому поводу хороший был видосик на мой взгляд здесь на ю тубе на герчик инкова кухни то есть это обратная сторона хороших брокеров обязательно посмотрите этот ролик если еще вы его не видели я там рассказываю подробно с примерами какие брокеры плохие какие мошенники а сегодня мне кстати два брокера мошенника звонила утром забавно было конечно такие с предложениями смешными обращались вот поэтому самый первый этап это выбор брокера но о том как выбирать брокера можно посвятить этому целый отдельный вебинар и там очень много критериев но самый простой критерий посмотрите на скажем так торговые условия и как я рассказывал в том видео про кухни это именно почитайте их сайт почитайте какие лицензии какие регуляции какие торговые условия какие типы счетов какой у них там минимальный депозит и так далее то есть после того как вы визуально скажем так или где-то подсознательно определили по ряду критериев какой брокера вам кажется хорошим второй момент который вы подумаете это с каким депозитом вы будете торговать акции но если мы говорим с вами про торговлю именно акциями в чистом виде то есть там какому тесла microsoft и так далее то есть акции настоящие то это конечно дорого и те брокеры которые вы наверняка знаете в интернете чаще всего предоставляют услуги торговлю так называемыми контрактами на разницу то есть это 7 дина акции бывают и где там на нефть на золото на вот это вот все поэтому тут нужно правильно понимать если вы хотите акции в чистом виде то будьте готовы к тому что брокер у которого будут эти акции захочет от вас много денег на счету захочет много документов для того чтобы видеть что вы такое скажем так серьезными намерениями пришли они просто побаловаться по понажимать на кнопочки поэтому если вы абсолютно новичок то я вам крайне рекомендую у того брокера у которого вы собираетесь торговать акции или 7 дина эти акции воспользоваться возможностью торговать на минимальном депозите то есть если это например в герчик инка то это от 1000 долларов иногда там по акциям это бывает 500 долларов иногда даже бывает и 100 то есть минимальный депозит если это какая-нибудь другая известная на ваш взгляд компания то там может быть 100 может быть 500 еще сколько то после того как вы туда эту денежку завели подумайте сразу же вернее даже до того как завели подумайте о другом как вы потом эту денежку оттуда будете забирать значит существует конечно же ситуация противодействие отмыванию денег то есть все брокеры это знают и компании тоже то есть вы должны сразу быть готовы к тому что если вы например с карточки завели деньгу то на эту же карточку вам будут выводить схемы типа заведу на карточку заберу на в обмане не сработает как и в обратную сторону поэтому перед тем как доверить брокеру будь это какой-нибудь снговский брокер или офшорный или американский подумайте сразу а сможете ли вы эту денежку обратно принять то есть если мы говорим с вами о брокере американском каком-нибудь там интерактив брокерсе например то в 99 процентов случаев вам удастся заводить туда деньги через так называемый свист переводы и следовательно ваш банк и ваш валютный контроль вашего банка должен вам разрешать такую опцию как и в обратную сторону что если вы заработали 100 тысяч миллионов то наверняка у налоговой службы к вам будут вопросы американские брокеры не занимаются передачи информации но только если вы не в списках санкционных находитесь вашу налоговую службу и следовательно если вы деньгу вывели то это ваша задача уже платить или не платить налоги думайте тоже и об этом я вам рекомендую начинать с минимального депозита у брокера потому что если вы заведете туда сразу много-много денежек а окажется что брокер мошенник то эти много денег у него так и останутся на счету и вы их потом у него не заберете следующий важный момент это торговый терминал очень важно чтобы вам как трейдер может быть начинающему трейдеру было удобно торговать сейчас очень распространен торговый терминал от компании метаквод и это мт4 мт5 самый распространенный скажем так странах снг торговый терминал конечно практически каждого брокера крупного есть свой торговый терминал и опять же перед тем как торговать у этого брокера сделайте шаг вперед то есть подумать а будет ли вам там удобно я например ну не захотел торговать у определенного брокера довольно таки известного как минимум по той причине что торговый терминал и там rocks fusion это и тому подобное ерунда они выглядели на мой субъективный взгляд очень неудобно а я не люблю кажется пользоваться вещами которые неудобны поэтому ну как обувь носить хорошую красивую но на два размера меньше неудобно так и торговать вам тоже должно быть удобно следующий важный момент который нужно обязательно учитывать особенно новичкам тем кто только приходит торговать на биржу это таймфрейм значит я вам настоятельно рекомендую забыть о возможности торговать на мелком таймфрейме ниже дневного то есть если вы еще вчера ничего не слышали о никаких брокерах а форекс и об акциях и по когда вам говорили тесла вы вспоминали известного изобретателя или в лучшем случае автомобиль а сегодня вы решили поторговать в каком-нибудь торговом терминале у какого-нибудь надежного брокера то я вам крайне рекомендую торговать только на дневках у вас в десятки раз станет меньше сделок в наверно в сотню раз меньше возможности искушения зайти в сделку но вы в первую очередь научитесь сохранять деньги и то что я учу своих студентов скажем так вот будучи также вечным скажем так студентом или впитывающим информацию вот александр михайлович агерчика так как я его студентом являлся а вот учу в первую очередь не терять деньги то есть нужно вначале научиться не терять а потом уже зарабатывать поэтому не верьте и не слушайте никого кто говорит вам что то вот это все дневка это долго это скучно давай мы сейчас откроем 5 минуточку натянем сеточку фибоначчи позовем ганна тут еще маржинальные зоны прикрутим и вот с 1000 долларов ты сделаешь 100 тысяч уже через неделю нет так не будет так только мошенники вам скажут поэтому совет который вы можете проигнорировать но надеюсь вы его услышите дневка и выше только потом когда вы почувствуете что у вас получается тогда можете оглянуться по сторонам и подумать про более мелкий таймфрейм например это там будет быстрый пробой или там какой-нибудь скальпинговые стратегии или может даже не дай бог арбитражная торговля вот поэтому но для того чтобы понять что у вас это работает вам нужно обязательно вести статистику обязательно в компании герчик инка внутри в личном кабинете вы можете активировать у себя за бесплатно статистику трейдера если вы хороший пользователь уверенный пользователь компьютера вы наверняка знаете что есть microsoft excel или там либо офис и так далее то есть либо на блокнотике где-нибудь на листике введите статистику то есть когда вы пришли сделали первые шаги в трейдинге вы выбрали брокера вы завели туда денежку вы начали торговать и вам кажется что все идет хорошо записывайте свои сделки я всем студентам своим рекомендую на выходных когда торговля стоит но если говорить по торговлю акциями например в субботу выгружать сделки с торгового терминала либо в excel либо в блокнотик и смотреть куда вы движетесь либо вы сливаете либо вы все-таки по чуть-чуть зарабатываете также на своих скажем так этих вебинарах я вам рассказываю показываю на курсах подробно также рассказываю показываю что делать если вы сливаете как это дело все можно исправить выправить и так далее но понять на каком свете вы находитесь можно только если вы ведете статистику они смотрите просто в терминал на баланс первый шаг брокер надежный хороший проверенный брокер я рекомендую герчик инку второй шаг это начните торговлю с минимальным депозитом третий шаг видите статистику статистика вам все покажет получается у вас или не получается и обязательно можно так сказать шаг 4 или три с плюсом это попробуйте эту денежку которую вы заработали вывести потом от брокера ну например через месяц через полгода как-нибудь попробуйте забрать тем самым вы проверите брокера дополнительно потому что есть у меня студенты которые смогли заработать там с тысячи десять тысяч долларов заработали а потом когда попытались в одной форекс кухне денежку забрать им тот псевдо брокер начал рассказывать про сложности с выводом про какие-то там фантастические истории и так далее и сразу было понятно что брокер кухонный что он темнит что он не отдаст и он начал отдавать студенту скажем так деньги в размере того депозита который студент туда завел то чак завел тысячу ему прибыли как будто отдали 100 потом отдали 200 потом отдали 300 но я уверен что когда дело дойдет до суммы больше чем человек туда завел начнутся точно какие-то сказки скажем так от брокеров мошенников поэтому обязательно не просто смотрите и любуйте своими виртуальными прибылями у брокера будь это снговский или офшорный брокер а еще и выводите деньги то есть только когда вы получили смс-ку от банка о том что вам зачислена деньга а еще лучше когда вы в кассе например банка или в банкомате эти деньги получите на руки тогда уж точно вы что-то заработали все остальное это как смотреть на какой-нибудь демо счет и радоваться что вы умеете зарабатывать только деньги скажем так в реальном мире могут показать вам что вы действительно чего-то зарабатывать ну по крайней мере вот такой вам мой совет ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить выход новых видео